Рост экстремизма, серьезная угроза стабильности и общественной безопасности. Как противодействовать его распространению, рассказали на круглом столе, который прошел в Щелковском колледже. Альтернатива социальному поведению в молодежной среде, занятия полезными делами. У нас есть волонтерские объединения, которые активно участвуют в жизни общества, в жизни города. Так что мы вас всех приглашаем в «Навигатор». Если есть монинские ребята, то в «Крылья» молодежный центр в Монино. Будем рады вас видеть. Профилактическая работа с молодежью ни в коем случае не должна быть формальной. В этом мнении сошлись все участники круглого стола. В приоритете – помощь в трудоустройстве, создание условий для здорового и полезного отдыха, привлечение в волонтерские организации. Ведь давно известно, чем больше пустого времени у молодежи, тем легче ее смутить. Большую помощь в противодействии экстремизму в молодежной среде могут оказать представители различных конфессий. Те или иные моменты, которые воздействуют на нас с вами, то формируется мнение. Но мы с вами должны понимать, что если мы даже смотрим относительно с точки зрения ислама на все это, то, конечно же, жизнь человека – это самое ценное. И сам же Всевышний Творец говорит в Коране, если убить или навредить одному человеку – это все равно, что навредить всему человечеству. В России каждое третье преступление экстремистской направленности совершается через интернет. Тикток, Телеграм, Вконтакте. В мессенджерах и сетях проходит значительная часть нашей жизни. Может ли быть отметка «Мне нравится» или комментарий «Незаконными»? Если твой пост или комментарий оскорбляет других людей по национальному, религиозному или иному признаку – это незаконно. Если твоя публикация содержит призыв к экстремистской деятельности – это незаконно. Если ты опубликовал пост в оправдании терроризма – это незаконно. За призывы к экстремизму, разжигания вражды и оскорбления других людей в интернете предусмотрено наказание – лишение свободы до пяти лет. Я считаю это важным мероприятием, поскольку молодежи важно, и нужно знать, как можно противодействовать этому, что это вообще в принципе такое, и с разных сторон посмотреть на эту ситуацию. О преступлениях и правонарушениях экстремистской направленности вы можете сообщить в отдел полиции или оставить сообщение на официальном сайте МВД России. Евгения Корытько, Владислав Реус, Щелковское телевидение.